Энергономика с Константином Симоновым Подвигали биржевые цены в России на бензин и дизельное топливо вверх За неделю посмотрел статистику на 7% 95-й бензин на петербургской товарной сырьевой бирже подорожал Одна из причин началась уже у нас весенняя посевная, весенняя страда, по крайней мере на юге России Вторую причину некоторые эксперты называют такую Что это террористические атаки украинских сил, беспилотников, дронов на нефтеперерабатывающие заводы Есть несколько случаев, официальная власть их подтвердила Приводят даже некоторую статистику, сколько мощностей пострадало в нефтепереработке Но в Минэнерго население просит не волноваться Бензина и дизеля хватает, большие запасы озвучены Но все же признают, что, хотя ситуация и стабильная, но первичная переработка нефти будет меньше Какой вы видите картину на топливном рынке на данный момент? Ну, на самом деле, действительно, все-таки давайте разберемся с этим сюжетом Потому что он волнует многих И я большое количество прочитал комментариев в мессенджерах на тему, что ой-ой-ой, ай-ай-ай Запасайся, кто может, бензином Заливай бензин в ванны Скоро все подорожает Опять же, вот вы, Павел, сказали про то, что бензин подорожал на бирже Но на самом деле, давайте тоже сразу скажем, что биржа и розница О чем мы, кстати, говорили в нашей с вами передаче неоднократно Все-таки это разные истории Поэтому давайте смотреть будем на бензоколонки Пока на бензоколонках у нас никакого удорожания заметного мы не наблюдаем Значит, с начала года цена на бензин выросла примерно на полпроцента На самом деле, при нынешней инфляции это очень мало, давайте честно скажем Дизель у нас немножко, но даже подешевел на одну десятую процента Ну, как бы в пределах статопогрешности, но тем не менее Таким образом, давайте пока зафиксируем все-таки, что на сегодняшний день Рост цен в опте не влияет на розничные цены Рынки эти, на самом деле, не совсем связаны Хотя, да, тут есть определенные проблемы, связанные с тем, что так называемые независимые заправщики Они приобретают топливо в основном у вертикально интегрированных компаний И эти цены оптовые для них, они, конечно, определенное значение имеют Но тут тоже нелинейная ситуация Если сегодня там подорожала цена на бирже, не означает, что завтра она подорожает в рознице Давайте действительно разберемся, насколько все-таки оправданы заявления Вот вы привели заявление Минэнерго Я так полагаю, что это просто... Я член общественного совета при Минэнерго У нас вчера было заседание, где присутствовал первый замминистра Павел Сорокин Мы просто эту тему с ним обсуждали Такое ощущение, что это его заявление просто взяли Я, честно говоря, думал, это не совсем публичное мероприятие Но, видите, у вас в России все публичное, кроме статистики Да, значит, ну просто вот это из нашего разговора с ним Собственно, мы тоже обменивались мнениями относительно того, к чему это приведет Он заявил, что... Мнение Минэнерго действительно заявил Что никакой угрозы с точки зрения стабильности поставок не существует Давайте проверим цифрами Давайте проверим цифрами На самом деле, вот вы сказали, что есть данные о том, сколько мощности выбыло На самом деле, никто не может точно сказать, какие были последствия у этих дронов Поэтому данные даются относительно... Ну, грубо говоря, гипотетически То есть, журналисты предполагают Вроде как нанесен ущерб одной колонне на НПЗ Примерно работает на заводе две колонны Смотрят дальше быстро статистику производства бензина на этом заводе И там действительно начинается О, наверное, выбыл из строя 2% от национального производства бензина На самом деле, опять же, ущерб компании пока не называют Я, опять же, вовсе не говорю о том, что его нет И действительно, кстати, вчера Сорокин признал, что у нас, видимо, сокращение будет по производству топлива Но сейчас разберемся, почему это действительно... Я согласен с ним, что это не несет критического характера И проблем здесь быть не должно Так вот, собственно, да, безусловно, определенный урон нанесен Достаточно масштабная атака дроновая Понятно, как бы, почему То есть мы видим, что действительно за неделю до выборов очень резко возросла активность Украины идет действительно массовая атака И цель тоже понятна Президентские выборы, попытка их сорвать, вызвать панику В том числе, кстати, и за счет вот этой истории с бензином Потому что тут же я вижу связку там Нанесена атака дронами в информационном поле Ну, вы лучше знаете, как это, собственно, раскручивается И тут же вот эта вся паника начинает раскручиваться Все, значит, бензина нет Спасайся, кто может, и так далее Значит, да, у нас... Это правда У нас в России порядка 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов Многие из них находятся потенциально в зоне поражения украинскими дронами Ну, то есть это 1000-1100 километров Да, давайте тоже, да, собственно, мы этого и не скрываем Правда, ну, самый крупный у нас завод в стране По переработке Это Омский завод Он, конечно, далеко находится Но есть действительно и в европейской части очень крупные заводы Например, завод в Ленинградской области, Кириши Киришский завод Нарси Лукоиловский в Нижнем Новгороде Рязанский завод Роснефти В Татнефти очень крупные Как предприятие Танека Вот, собственно, я вам перечислил Сейчас основные крупнейшие перерабатывающие предприятия России Да, мы видим, что, если взять даже ту же пятерку Четыре, ну, три точно за заводу находятся потенциально в зоне поражения Мы знаем, что, в общем-то, Нижегородский завод и Рязанский завод Атаковались дронами И попадания были Это и не скрывают компании Действительно, определенный ущерб был Объем этого ущерба Еще раз повторяю Оценить пока сложновато Но, на самом деле Как бы никаких заявлений о том Что там заводы полностью парализованы и остановлены Я не видел Дальше все это уже идет Скорее домыслы, нежели реальные ситуации Поэтому тут есть Сложности дополнительные связаны с тем Что все заводы находятся под санкциями А у нас в свое время была реализована достаточно масштабная программа Модернизации производства Программа у нас тоже вот такая байка ходит Что у нас вся переработка архаична На самом деле это обман У нас нефтепереработка абсолютно современна По прошлому году у нас глубина переработки 84% Это хорошие показатели То есть вложены были гигантские деньги Вместе с государством То есть это программа, которая субсидирует государство И до сих пор, кстати, субсидирует То есть есть программа модернизации НПЗ Вот то, что называется обратный акциз Мы часто говорим про Демпфер Но на самом деле там есть вот эта ситуация с обратным акцизом Это выплата компаниям За их участие в программе реновации нефтепереработки То есть государство посчитало это важным Это, кстати, пример, на мой взгляд, такого как раз успешного Государства частного партнерства Ну понятно, где брали Это вот тоже к вопросу Но, к сожалению, у нас машиностроение Машиностроение энергетическое Не производило нужного И не производит до сих пор зачастую нужного оборудования Поэтому да А почему? Потому что объясняли годами Что нефтяная индустрия бесперспективна Нужно развивать какие-то иные отрасли Вот их развивали Поэтому покупали, естественно, оборудование Немецкое, французское И попав под санкции весной 2022 года Конечно, определённые здесь сложности возникают И мы понимаем, что они могут быть С точки зрения ремонтов Но, смотрите, у нас, у государства Есть один очень важный защитный механизм И поэтому я согласен с тем Что даже если взять оценки журналистов Иногда такие драматичные Что, грубо говоря, заводы встали Там Рязанский и Нижегородцев Хотя они не встали Но даже если так Даже если так Давайте просто поймём Какие у государства существуют варианты защитные План Б есть или нет Так вот, план Б, он очень прост И, кстати, он уже введён в действие Запрет на экспорт Абсолютно правильно План Б – это запрет на экспорт Смотрите, у нас по прошлому году 10% бензина экспортировалось Бензин не самый действительно экспортный товар Но, тем не менее, 10% бензина шло на экспорт Вы правильно сказали Уже государство подстраховалось Я думаю, что страховалось оно, конечно, не насчёт атаки дронов А, скорее всего, просто Ну, тоже будем откровенны Понятно, что перед выборами Не очень хочется увидеть рост цен Давайте тоже скажем откровенно Нам и так, конечно, не хочется видеть Но, наверное, вот в такой период особенно Поэтому, да, были приняты страховочные меры Перед началом посевной кампании И уже этот запрет на экспорт бензина был введён Соответственно, у нас есть лак Ну, что называется, 10% у нас существует Кстати, 10% – это примерно мощность Вот самого крупного Одного из самых крупных Нарси По производству бензинов заводов При том, что у нас, ещё раз повторю Есть заводы за пределами европейской части Которые, естественно, продолжают функционирование Самый крупный омский завод, естественно, он там работает Таким образом, у нас 10% есть По дизелю, там вообще ситуация ещё спокойнее Потому что у нас в разные годы по-разному Были периоды до 60% у нас экспорт доходил Но по прошлому году там за 40% То есть тут у нас вообще огромный гандикап 40% То есть в этом плане с дизелем Уж точно никаких проблем не будет Опять же, запасы были накоплены Я смотрел специально статистику запасов По началу года Видно, что они росли по топливу То есть в этом плане, на самом деле Каких-то серьёзных оснований для того, чтобы вдаваться в панику И говорить о том, что сейчас будет дефицит на рынке И рост цен Нет Поэтому, да, главный рычаг Это возможные ограничения на экспорт По бензину они введены на полгода По дизелю нет Я надеюсь, что такой необходимости не будет Но в крайнем случае и по дизелю план Б есть Он вводился, напомню, в прошлом году Когда был запрет и по дизелю тоже И в этом плане Те решения, мы их много раз обсуждали Прошлого года, связанные с демпфером Они, в моём понимании, более оказались Такими тревожными с точки зрения влияния на рынок Чем нынешняя атака дронов Поэтому, да, эта история неприятная Да, она ставит вопросы Относить того, что делать дальше с точки зрения Потому что, ну, понятно, что если это будет массовая история Вот тут, конечно, мы можем просто не успеть справляться Да, есть определённый гандикап Но если постоянно заводы будут ремонтироваться Вот тут проблемы начнутся Я исхожу из того, что всё-таки оперативные выводы будут сделаны И эти заводы всё-таки получат какую-то защиту Я думаю, что это вопрос не только к нефтяным компаниям Да, которые, да, этим тоже там занимаются Мы знаем, что у нефтяных компаний там есть разрешённые тоже частные охранные компании ЧОПы Вот, но всё-таки там тоже есть какие-то пределы Они же не могут заниматься радиоэлектронной борьбой Хотя есть там у них эти механизмы радиоэлектронной борьбы Но я думаю, что и государство тоже подключится к вопросу о защите крупнейших наших заводов Какими-то противовоздушными системами Я не специалист вот в этих вопросах Но то, что заводы нужно защитить, это довольно очевидно Пока это не стало системной историей Вот если это системная будет история То тогда проблемы, они и правда могут возникнуть Пока это больше такая эмоциональная медийная картинка под выборы Я надеюсь, что у наших радиослушателей паники это всё не вызовет Никакого пока роста цен мы не видим А дальше надеюсь на разумные решения в области защиты наших НПЗ Ну и надеюсь, что регуляторы тоже в панику сразу вдаваться не будут И запреты на экспорт, если они будут необходимы, будут вводиться в самом крайнем случае А вы сказали, что привозное это оборудование Ну и вот эти колонны, где из нефти делают бензин Там другие виды горючего Есть чем ремонтировать? Вы сказали, есть меры, как не допустить серьезного дефицита А есть чем ремонтировать заводы? Ну, например, на заводе несчастном Нарси Куда тоже пролетели дроны Была авария совсем недавно Тоже была повреждена эта колонна Ну, собственно, она введена в строй То есть в этом плане определенный же тоже там есть набор запчастей И потом тоже же компании осознавали Что когда санкции введены были, что это небыстрая история Поэтому я абсолютно убежден, что там активно искались аналоги Скорее всего, китайские, которые тоже там присутствуют Поэтому да, да, есть опции для того, чтобы отремонтировать И, кстати, обратите внимание Вот можно посмотреть статистику по выпуску топлива по прошлому году Она же тоже показательна Потому что второй год под санкциями Возникает вопрос У нас вот как в прошлый год Снизилось производство бензина Или выросли по дизелю тоже Это же как бы важно Ну, на самом деле у нас все-таки Небольшой, но рост производства был в прошлом году Это означает, что отрасль, несмотря на санкции А ремонты идут постоянно Там каждый год приходится Это делать в прошлом году незначительно Но, тем не менее, и производство бензина выросло И производство дизеля выросло тоже Тут разные цифры Минэнерго Одни цифры дают рост, а другие Ну, самая минимальная цифра, которую я встретил По бензину плюс 700 тысяч тонн Не так много, но, тем не менее, это не минус, а плюс Так что здесь, с точки зрения технической, проблемы есть Они, да, имеются Но говорить о том, что нефтепереработка не справится с этим вызовом Я бы не стал Тут еще есть один момент, кстати, связанный Все-таки, если мы про запрет на экспорт говорим Если действительно по дизелю придется до этого доходить Тут есть проблема, связанная с тем, что Недопоставленный дизель Это недополученные государством деньги Потому что, опять же, давайте честно скажем Что экспортная альтернатива, она все равно более выгодна В текущей ситуации она более выгодна И государство облагает у нас добычу А дальше, собственно, оно как бы предполагает Что нефть и нефтепродукты могут экспортироваться Потому что для государства это тоже приносит доходы Но если все-таки придется вводить временный запрет На экспорт дизеля Придется увеличивать экспорт сырой нефти Так что тут тоже определенные опции есть Хотя, еще раз повторяю, я надеюсь, что до дизеля мы не доберемся С точки зрения запретительных практик Ну, о чем говорил первый замминистра энергетики Павел Сорокин Говорил, что первичная переработка нефти будет меньше Это факт, сказал Сорокин Но в этом ничего нет критичного Потому что это значит, что экспорт нефти будет выше Нефть тем временем на этой неделе достаточно хорошо росла на бирже Смесь Brent к пятнице до 85 долларов за баррель поднялась И тоже тут есть повод, почему нефть растет Ну, информационный, наверное, даже повод был Это достаточно оптимистичный отчет Международного энергетического агентства Которое неожиданно для некоторых экспертов Пересмотрело в сторону повышения спрос на нефть И немножко понизило ориентиры по добыче И это все, естественно, поддержало нефтяные котировки И, естественно, поддержало в том числе и смесь ЮРОС Почему МЭА? Ну, МЭА расходится с отчетом ОПЕК Достаточно серьезно Там более чем миллион баррелей по росту мирового спроса Но, тем не менее, это тоже хороший сигнал в том числе и для наших нефтяников Нефть, судя по всему, в ближайшее время будет дорожать Безусловно, хороший сигнал Она уже дорожает Она уже дорожает В принципе, сегодня подбирается к 85 по Brent Это хороший показатель Безусловно, хороший показатель Давайте несколько слов Я бы сказал про Мировое энергетическое агентство А потом про цены, действительно Чего у нас на рынке происходит Потому что это тоже Нас волнует Не меньше, чем стоимость бензина Как вообще у нас с бюджетными доходами Будет обстоять дело в ближайшее время Так вот, собственно, действительно Вот вы очень справедливо заметили Что все обсуждают оценки Мирового энергетического агентства В том плане, что само Мировое энергетическое агентство Переписало многие прогнозы Которые давало еще несколько недель назад Вот в Мировом энергетическом агентстве Работают веселые ребята Они постоянно пишут прогнозы Разной степени, дальности На год, на пять, на десять лет Все они попадают в молоко Но они продолжают писать прогнозы А мы продолжаем их обсуждать Вот это самое интересное То есть они пишут полную чепуху При этом чепуху ангажированную Как бы не секрет, какая позиция там То есть глава МЭА Фатих Бероль, очень известный персонаж Который постоянно ходит и рассказывает Во-первых, что эпоха нефти скоро закончится Наступит там пикойл Потребление переоценено Скоро все рухнет То есть МЭА давно является Крупным лоббистом Энергетического перехода Исходя из этого Они все свои прогнозы делают Мы проводили анализ Например, старых прогнозов До 2020 года То есть там не сбывается ничего Но! Поскольку другого-то ничего нет Это самая пропиарная структура Вот мы с вами сидим И обсуждаем этих веселых людей Есть повод, что обстудить Константин Симонов Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Это все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!